Потрясающая атмосфера, потрясающее время, время в церкви. И сегодня я хочу делиться словом, знаете, друзья мои, и это большое благословение быть сегодня в церкви, служить с такими людьми. Знаете, я по милости Господней, по милости Божьей, я как-то, ну, приходится много ездить где-то по другим городам, где-то даже по другим странам, свидетельствую, рассказываю о Боге, рассказываю о тех чудесах, которые Бог творил в моей жизни, в моем доме, в семье. И знаете, раньше как-то я смотрел, и там, ну вот, среди пасторов, может быть, вы никогда не слышали такого выражения, но есть такая фраза, и я даже иногда ей сам пользовался, когда ты смотришь на жизнь какого-то человека и, ну, вот, в другом городе, в другой церкви, и ты смотришь на него и говоришь, ну, вот, и как охарактеризовать человека, какие-то его дела, поступки, там, может быть, его посвящение, его жертвенность, еще что-то. И ты просто говоришь, ну, мечта пастора. Ты об этом человеке говоришь, мечта пастора, потому что есть вот такой вот человек, который, вот он, знаете, такой посвящен для Царства Божьего там. И для меня большая и огромная честь, что я на сегодняшний день, я окружен такими людьми, как вы, о которых я о каждом могу сказать, что вы реально мечта любого пастора. Но слава Богу, что мы вместе. Поэтому для меня, правда, большая честь служить с вами, служить Богу, потому что то, что Бог делает через наши жизни, через наши сердца, полтора месяца, уже чуть больше, чем полтора месяца назад мы взяли эту тему герои веры, герои Божьи, и мы пошли в этом направлении. И сегодня я бы хотел, если можно, так немножечко подытожить. Конечно, я ни кому, ни одному проповеднику, так сказать, не выписывал конспект, о чем нужно проповедовать, но мы двигались в этом направлении, в этой теме. И сегодня я хочу также об этом поделиться, о героях веры, говорить с библейской точки зрения. Но, знаете, для меня огромная честь, я повторюсь еще раз, то, что я вижу, что каждый человек, которым я окружен, вы реальные герои, реальные герои. Потому что то, что я вижу, то, чем вы делитесь из ваших сердец, вот это посвящение, вот эту, ну, на самом деле, жертвенность, посвящение в каких-то поступках, в каких-то делах, когда люди начинают делиться там, то они едут в детский дом, там, инвалидов служат, то идут в тюрьму, проповедуют, то Бог призывает к этому служению. Кого-то Бог конкретно призывает нести вот это вот служение жертвенности. Кто-то одного, второго, третьего ребенка усыновляет с детского дома. И для меня честь служить с такими людьми, потому что я знаю, что когда Бог обращается с призывом к таким людям, знаете, о чем это говорит? Это говорит о посвящении. Аминь. Это говорит о посвящении. Почему? Потому что мы возрастаем шаг за шагом, и Бог, Он доверяет нам шаг за шагом какие-то дела и поступки. Аминь. Поэтому, повторюсь еще раз, для меня огромное благословение. И то, о чем я хочу сегодня говорить, о героях веры, и, конечно же, акцент я сделаю на послании к евреям, 11 главу, потому что герои, герои Божьи, герои веры, это не что-то абстрактное, но на самом деле это библейское понятие, это библейская истина. Почему? Потому что Бог, Он не просто обращается к нам как героям, Бог не просто умер за что-то там такое непосредственное, за что-то там такое незначительное. Но Бог на самом деле, Он умер. Писание говорит, что мы венец Его творения, и Он умер за венец творения. Почему? Потому что Он так сильно ценит тебя. Аминь. Так сильно ценит тебя, и Он верит в тебя. Сейчас мы с вами пели «Верный Бог». И на самом деле мы верим в Бога. Кто здесь верит в Бога? О, слава Господу! Слава Богу, я на правильном месте. Мы верим в Бога, но знаете, друзья мои, на самом-то деле в Бога верить несложно. Я думаю, Богу сложнее верить в нас. Потому что Бог-то не меняется. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Библия говорит о Боге. Ветхий Завет говорит, я Бог, и я не изменяюсь. Почему? Потому что Он на самом деле, Он верит в тебя. Он верит в то, что мы сможем исполнить Его волю, то, что мы сможем прожить Его жизнь, Его жизнь. Услышьте меня, не свою жизнь, Его жизнь. То, что мы на самом деле позволим Ему слепить из нас то, что Он хочет. Не то, что мы хотим, чтобы Он слепил из нашей жизни. А то, что Он хочет слепить из нашей жизни. Аминь. И Он на самом деле, Он расширяет нас. Почему мы в церкви говорим о таких моментах, как герои, герои веры и герои Божьи? Почему? Потому что Бог хочет расширять внутри нас. Если мы внутри не расширены, мы не сможем сделать великих вещей для Него. Аминь. Не сможем. Послушайте, тот отец, который внутри себя считает, что Он не сможет сделать ничего важного и значительного, Он никогда не сможет воспитать детей, которые будут наполнены на самом деле каких-то великих идей и великих целей внутри себя. Мама, которая считает, что она ничего не достойна, она не сможет воспитать на самом деле детей вот в этом, как Писание говорит, великом духе. Понимаете? Не сможет. И поэтому Бог, Он хочет, Он желает расширить каждого из нас. Мы, на самом деле, мы Его герои. Он верит в каждого из нас. Он хочет Его жертвы достаточно для того, чтобы мы с вами на самом деле могли прожить победоносную жизнь, свершая Его планы и Его намерения здесь, на этой земле. Аминь. Вот этот вот, понимаете, то, что мы здесь смогли купить это здание, я могу сказать, что мы смогли это сделать только с героями. С героями веры. Аминь. Множество людей, которые говорили, это не время, сейчас время кризиса, мы не сможем, еще что-то. Кто-то даже из церковных людей говорил, да это не время, это здание на краю, да или еще что-то. Но мы смогли вместе это сделать. Почему? Потому что есть люди, герои веры. В чью жизнь Бог поместил этот превосходный дух, как Библия говорит о Данииле. Аминь. И я сегодня хочу поговорить немножечко об этом. Знаете, у меня есть такая программка Time Hope. Может быть, кто-то ей пользуется. В телефоне есть такая программка. Она напоминает год в год, день в день события, которые были фотографии год назад, два года назад, три года назад. Такая интересная программка. И вот мы прилетаем домой на этой неделе, и хлоп, и она напоминает год назад то, что у нас происходило с домом молитвы и исцеления. Кто-то вообще помнит, что мы такой дом строим? Поднимите руки, кто помнит, что мы строим дом молитвы и исцеления? Есть некое. Я бы хотел немножечко показать, немного отчетный ролик, что произошло. Мы вот в прошлом году начали это делать. Давайте немножечко посмотрим. Выключим свет, посмотрим. Да, он буквально чуть-чуть больше минутки. В микрорайоне Абгет в дачном поселке Тихий Зори год назад мы заложили первый камень в доме молитвы и исцеления, в который смогут приезжать тяжело больные люди для того, чтобы мы вместе молились и постились. Мы выражаем огромную благодарность тем, кто принимает участие в этом строительстве. На данный момент уже выстроены три этажа и мансардный этаж, а также ведутся внутренние работы, и вы сможете стать частью. Вместе мы с силой. Продолжение следует... Продолжение следует... Слава Богу! Знаете, почему я это показал? Вот год назад мы начали это делать, но мы же не строили в этом году дом молитвы и исцеления. Мы покупали храм. Да? Но посмотрите, мы параллельно, потихонечку, шаг за шагом, мы можем делать еще что-то. И мы сделаем еще больше. Аминь. Мы будем делать это для Бога, не для того, чтобы прославить какое-то свое имя, мы будем это делать для Бога. Но знаешь, я благодарен Богу, что я окружен на самом деле героями веры, людьми, которые... Не которые говорят, а время, не время делать, но с людьми, которые готовы делать. Я сегодня хочу поговорить с библейской точки зрения. Посмотрите, послание к евреям, 11 глава, 16 стих. Здесь Библия говорит, но они стремились к лучшему. Скажите вместе со мной, к лучшему. То есть это говорится о героях. Я хочу сегодня поговорить о некоторых пунктах с вами. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Герои веры это люди, это люди, Бог не стыдится которых. Он готов называть себя их Богом. Почему? Потому что это люди действия. Это люди, те, которые что-то продолжают делать, несмотря на то, что они дошли до чего-то, они никогда не останавливаются, но они продолжают стремиться к лучшему. Кто из вас верит, что в вашей семье может быть лучше? Кто из вас верит, что отношения с вашими детьми могут быть лучше? Кто из вас верит, что мы можем сделать в этом городе гораздо лучше, нежели мы уже сделали? Слава Богу! Ну, лучшее состояние приведения этого здания, я думаю, тоже ни у кого сомнений не возникает. Слава Богу! И с этим домом молитвы и исцеления мы тоже потихонечку разберемся. И я хочу сегодня поговорить с вами, друзья мои. Первый пункт. То есть кто такие люди? То есть кто такие герои веры и герои Божьи? То есть это не что-то такое абстрактное. Почему? Потому что герой, героизм Божий, это не фанатизм. Понимаете? Я на сегодняшний день не об этом. Я хочу, чтобы вы поняли, что Бог, Он на самом деле верит в нас, как в Своих героев. И это слово для того, чтобы мы были расширены внутри. Потому что если только мы расширены внутри, тогда мы сможем и произвести великие вещи снаружи. Если мы не расширены внутри, мы не сможем произвести больших изменений снаружи. Аминь. Итак, первое, это люди, которые следят за своей жизнью, за своей чистотой в Боге и наполнены богоисканием. Богоисканием. То есть первое, я по каждому из этих пунктов, которыми я сегодня с вами хочу поделиться, можно говорить целое собрание. Но я верю просто, что Дух Святой, Он запечатает это, и мы сможем это переварить, мы сможем это умножить для Царства и ради Царства Божьего. Посмотрите, послание к евреям, 11 глава, эта же глава, но мы прочитаем с вами с 8 по 10 стих об Аврааме. Он назван отцом всех верующих. И он, конечно же, включен в этот список героев веры. Посмотрите, 8 стих. К верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие и пошел, не зная, куда идет. Очень часто в вере мы не знаем, куда идем. Аминь. Очень часто в вере мы не понимаем, как это будет. Не понимаем. Просто понимаете, мы иногда не видим, куда мы придем. Интересное такое выражение, да? Вера с... Как же, надо же, вылетело слово. Вера... Не-не-не, вера отличается... Вера осуществления ожидаемого, это и ночью можно... Хорошо. В ретро-перспективе веру видно всегда лучше. Согласны? В перспективе всегда сложнее. Почему? Потому что в перспективе мы идем, как апостол Павел говорит, как бы сквозь тусклое стекло, как бы гадательно. Потому что даже Авраам, отец всех верующих, он не знал, куда идем. То есть, ну посмотрите, что Писание говорит дальше. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель, Бог. То есть, вся его жизнь, она была потрачена на поиск Бога. Вот чем отличается герой веры, даже от обычного верующего, или тем более от обычного человека. Это человек, который нацелен на поиск Бога, на исполнение Его воли. Аминь. То есть, мы видим это то, на что была его потрачена жизнь. Посмотрите, Антон, ты вспомнил вера от... От чего? Ну что ты, я же на первом собрании говорил, ты это должен был вспомнить. По-любому. Хорошо. Пойдем дальше. Посмотрите, второе. Я просто хочу пробежаться по этим пунктам. Я хочу поговорить с вами, поделиться. Люди, герои веры, они однозначно люди действия. Герои веры. То есть, мы с вами определили. То есть, это люди, мы начали с этого, что они всегда стремятся к лучшему. Аминь. Они всегда стремятся к лучшему. Они никогда не останавливаются на достигнутом. Будь то это в прославлении, будь то в семье. Поймите, друзья. Это они всегда стремятся. Посмотрите, они однозначно люди действия. И как я уже сказал, я благодарен Богу, что я окружен людьми действия. Люди, которые что-то делают для Бога, ради Бога, ради Царства Божьего. Не просто говорят, но которые исполняют. На самом деле, наша церковь, она полна делателей. Исполнителей. Но поймите, мы не можем останавливаться на достигнутом. Мы должны простираться вперед. Посмотрите, послание к Иакову. Послание Иакова, 2 глава, 20 стих говорит. Хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Друзья мои, кто хочет иметь жизнь в вере? Жизнь в вере, чтобы жизнь, как христианина, она бурлила. Тогда она должна быть наполнена чем? Делами. Она должна быть наполнена действиями. То же самое в семье. Кто верит, что семья может быть лучше? Значит, твоя семья должна быть постоянно наполнена действием каким-то. Аминь. Может быть, ты думаешь, что уже некуда, уже некуда лучше. Всегда есть куда простираться во взаимоотношениях. Аминь. Человек действия. Может быть, ты никогда не гулял со своей женой, не звал жену просто погулять вечером. Ты, может быть, думаешь, ну да, мы, в принципе, уже 40 лет вместе прожили, поздно уже звать куда-то ее гулять. Друзья мои, вот как раз, может быть, с этого и нужно начать. Просто сделать какое-то действие. Мы призваны делать действие. Человек веры – это человек. Аминь. То есть, и я смотрю, я благодарен Богу, что я окружен людьми, которые могут чувствовать внутри себя, к чему Бог их призывает. Аминь. Быть чувствительными, быть чувствительными, будь то пойти на миссию, будь то начинать какое-то служение, будь то, я говорю, разговариваешь с людьми, там, усыновить, удочерить кого-то. И ты понимаешь, что это же супер, это люди действия. Аминь. Вот чем отличаются герои веры. Посмотрите, что он говорит, Иаков, дальше. Он говорит, ибо как тело, Иакова 2, 2 глава, 26 стих. Ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел. Что? Мертва. Мертва. То есть, мы не можем, мы не можем жить какими-то прошлыми достижениями. Мы никогда не сможем. Аминь, круто. Мы купили здание. Мы смогли сделать это. Мы там построили, ну, можно сказать, наполовину, потому что там еще утепление его, и там дальше, и дальше, да, под крышу подвели. Кстати, вы видели, мы сняли его с квадрокоптера, с дрона. Видите? Вот такой, вот сверху, чтобы снять его можно было. Вот нам его благословили в церковь. Теперь у нас есть своя такая штука. Аминь. Слава Господу. Буквально некоторое время назад, 2 или 3 месяца, я уже не помню, мы хотели сделать объемную съемку нашего здания. И хотели арендовать квадрокоптер у нас в городе. Не нашли нигде, мы смогли его арендовать. Слава Господу. Теперь он у нас есть. Теперь у нас есть свой. Слава Богу. Бог благ и милость его вовек. Аминь. И мы будем продолжать. Мы не сможем, поймите, мы не сможем никогда. Человек, герой веры, он никогда не может остановиться на достигнутом. На то, что он уже сделал. Это человек действия, который простирается вперед. То же самое, его жизнь, она наполнена исполнением великого поручения. Почему? Потому что это человек действия. И самое главное, моя задача, это транслировать, это умножать те дары и таланты, которые он вложил в мою жизнь. Аминь. Почему? Каким образом я могу видеть еще большее умножение его славы и его благодати в моей жизни? Каким образом? Только одним способом. Когда я беру и преломляю и отдаю то, что он вложил в мою жизнь. Что-то такой тихий аминь такой. Когда я беру, я преломляю и отдаю. Есть в моей жизни любовь, забота, я ее транслирую на других людей, я передаю. Аминь. То же самое с финансами, с материальными. Если я продолжаю отдавать то, что Бог дает в мою жизнь, значит я что? Я буду иметь еще большее. Аминь. То есть это во всем так. Почему Бог нас будет вести? И это парадокс Царства Божьего. Когда ты вроде бы во время кризиса и так далее, во время каких-то обстоятельств, но ты продолжаешь давать, ты продолжаешь жертвовать, а Бог продолжает заботиться о тебе. Бог продолжает открывать какие-то новые двери, новые окна небесные. Аминь. И мы с вами, мы говорим, да, это люди действия. Посмотрите дальше. Третий аспект. Кто такие герои веры? Это люди целенаправленные и целеустремленные. Целенаправленные и целеустремленные. То есть мне очень нравится одно местописание в этом плане. Я хочу вместе с вами его прочитать. Поэтому Бог, Он хочет, чтобы мы не просто делали ради того, чтобы делать. Как апостол Павел говорит, я не бью так, чтобы бить просто в воздух. Но я, говорит, бью так, чтобы достигать цели. Есть одно такое хорошее выражение. Капля за каплей вода, что камень точит. Капля за каплей. То есть потихонечку, шаг за шагом. И Бог хочет, чтобы мы на самом деле, мы приносили плоды, и чтобы плоды, они были видимы. Не просто как-то в воздух. Посмотрите, притчи, пятая глава, с 15 по 17 стихи, три стиха прочитаем. Конечно, это местописание больше применимо для семьи, но оно касается каждой области нашей жизни. Смотрите, пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Пусть не разливаются источники твои по улицам. Потоки вод по площадям. Пусть они будут принадлежать тебе одному, а не чужим с тобою. Аминь. То есть, посмотрите, пусть не разливаются. Можно делать много. Но при этом не достигать никаких результатов. Вы видели когда-нибудь человека, ну, например, который вот сразу же никогда не учил там иностранного языка, и сразу в один раз начал учить несколько. Ну, если вы даже видели факт, что они до сих пор ничего не выучили. Понимаете, почему? Потому что если человек целенаправленно начинает что-то делать, да, если, допустим, муж вкладывает в свое хобби столько же, сколько он вкладывает в свою семью, его явно семья, он не будет насыщен, он не будет чувствовать удовлетворение в семье, он никогда не достигнет лучшего в своей семье. Вы понимаете, о чем я говорю? То есть, целенаправленно, не разливаем. Можно ли из такого кусочка материала сшить две шапки? Помните эту историю? А три? Можно. А четыре? Хорошо. А можно ли вот такой кусочек масла намазать на такой кусочек хлеба? Можно. И будет неплохо. А если этот же кусочек масла, но намазать на булку хлеба? Тоже можно. Но уже невкусно. Понимаешь, то же самое. И герой, герой веры, это человек целенаправленный. Аминь. Это тот, который бьет в цель. Если он берет, и он развивает какое-то служение, он делает что-то. То же самое, как церковь. Скажите, мы можем жертвовать для всего мира? Можем. Но при этом это может разлиться тонким слоем, и это не будет, очевидно, не видно нигде. Аминь. Но мы можем трудиться целенаправленно здесь, в этом городе. Почему Бог и говорит, принесите десятины в дом хранилища моего, чтобы в доме моем была пища. Почему? Потому что человек призван для определенного дома. Он находится в определенном доме, в определенной семье. И когда мы целенаправленно все что-то делаем, мы можем видеть что? Мы можем видеть результат. Результат. Аминь. То есть герои веры – это люди цели. Это не просто «а, давай сюда, давай сюда, давай сюда». То есть поймите, каждый из нас, если мы во что-то инвестируем, мы хотим видеть результат. То же самое и Бог. Когда Он инвестирует в нашу жизнь, Он хочет, чтобы мы это умножали для Его царства. То же самое, поймите, когда даже маленький ребенок, подросток, парень, он начинает ходить в спортзал, только начал ходить в спортзал, и потом буквально там три-четыре дня походил уже перед зеркалом, что видно, что не видно. Почему? Он хочет видеть результат. Это нормально. Поймите, мы вложены, мы так сотворены Богом. Или там девочка, знаете, сразу уже перед зеркальцем, там все это. То есть мы хотим видеть что? Результат. То же самое и Бог. Он хочет видеть результат. Результат для нас очень важен. Вот почему нам не нужно разливаться по всем, везде, кругом. Мы есть, и мы призваны здесь к одному месту для того, чтобы Бог, Он мог совершать свою работу в нашей жизни и через нас. Аминь. Посмотрите, я хочу еще поговорить о некоторых моментах, о некоторых вещах. То есть четвертое, то есть первое, следят за своей жизнью, чистотой в Боге. Как мы уже сказали, богоискание, они однозначно люди действия. Третье, они целенаправленные и целеустремленные. То есть и четвертое, во всем и всегда доверяют Богу и уповают на Него. То есть что бы такой человек ни делал, человек уповающий на Него. Уповающий. Он не уповает на свои расчеты. Да, аминь, мы делаем. Мы люди действия, как мы поговорили. Мы делаем. Мы можем взять отдельно взятого героя. Мы можем взять с 11 главы послания к евреям. Мы можем посмотреть там в храбрых мужей, в героев, которые были у Давида. Мы можем посмотреть. Библия полна героев. И мы можем увидеть вот эти вот принципы, которые были сокрыты в их жизни. Потому что я верю, что Иисус не умер, как я уже сказал, за что-то, ну там, такое недалекое. Нет. Иисус умер, и Он верит в каждого из нас. Он верит, что мы сможем принести много плода. Помните, Он молился, да? Чтобы мы принесли много плода, и плод наш пребывал вовек. Итак, то есть четвертое. Они всегда уповают на Бога. Аминь. Они ищут Его во всем. Они всегда уповают на Него, взирая на начальника и совершителя веры. Не на свои расчеты, но на Него. И мы видим это. Мы посмотрели с вами в 11 главу. И еще один аспект, который я тороплюсь, хочу озвучить это. Это пятый пункт. Герои Божьи – это те люди, которые всегда дают место Иисусу. Те люди, которые заботятся о том, чтобы имя Иисуса было в их жизни прославлено гораздо больше. Аминь. Мне нравится прославление, где я во время прославления не вижу людей. Да, я их вижу. Это не то, что у меня со зрением проблемы. Но когда я переживаю больше присутствия Божья, нежели я концентрируюсь на людях, которые ведут это прославление. Понимаете? То есть тогда, когда Иисуса становится в нашей жизни и в нашем служении больше. Аминь. Посмотрите, это история с Иоанном Крестителем. Евангелие от Матфея, 3 глава, 11 стих. Здесь мы видим эту историю. Иоанн, он говорит, «Я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем, лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Посмотрите, он говорит, «Но идущий за мною сильнее меня». То есть Иисуса, если вы вспомните, в тот период времени его не знал никто. Он не был популярен. Был популярен Иоанн Креститель. К Иоанну Крестителю приходили народы. Но при этом он говорит, «Послушайте, идущий за мною, он гораздо важнее. Я не достоин даже развязать обувь». Понимаешь? То есть для меня даже в семье гораздо важнее, чтобы мои дети видели не мою заботу, а чтобы они видели гораздо важнее заботу Божью о нашей семье. Потому что тогда мои дети будут научены в уповании на Бога. Какое бы служение ни было, послушайте, даже внешнее служение. Там евангелиционные направленности. Возьмем там спортивное служение, альфа-служение, еще какое-то служение. То есть такие служения, которые, где люди изначально, они не слышат об Иисусе. Они просто видят и выстраивают взаимоотношения с людьми. Но итог этих служений, там должен прорасти Иисус. Аминь. То есть то, о чем сказал Иоанн, ему должно расти, а мне умоляться. Понимаете? Вот какая цель любого служения, любой жизни. Вот она. Чем жизнь героя, веры героя Божьего, она отличается. Он всегда, он хочет показать взор на Иисуса, указать взор на Иисуса. Моя цель на сегодняшний день. Я нахожусь здесь не для того, чтобы вы меня запомнили. Для того, чтобы вы могли обратить свое внимание на Иисуса. Аминь. Моя цель, как пастора церкви, для того, чтобы люди могли более близкие взаимоотношения построить с Иисусом. Аминь. Посмотрите, друзья мои, что Иоанн говорит в Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 26-30 стих. И пришли к Иоанну и сказали ему, Рави, тот, который был с тобою при Иордане, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему. Иоанн сказал в ответ, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели о том, что я сказал, не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Мы просто друзья жениха. Мы не можем подняться там в свое служение, или в том, что мы делаем, или для своих детей. Вот мы какие герои, мы это сделали, мы еще что-то. Самая важная цель, чтобы люди в нашей жизни могли видеть. Аминь. Чтобы они могли видеть Иисуса. Посмотрите, что он дальше говорит. Да, конечно, я могу говорить, я там своим детям, я заботился о вас, я там стремился, я там еще что-то. Да, друзья, ну мои дети знают на сто процентов. Если бы не Иисус, меня бы давным-давно бы уже не было. Да не было. Поэтому все, что есть, это по Его благодати и по Его милости. Аминь. То, что я стою здесь и сегодня служу, это просто Его благодать и Его милость. Уже больше 20 лет назад, меня бы давным-давно закопали бы уже в гробу, и мои бы кости разложились там. Это Его милость, что я сегодня здесь. Поэтому Ему должно расти во всем том, что Он делает. Это не наши какие-то заслуги, но это Его заслуги. И то же самое, если мы говорим о прославлении или о каком-то служении, так важно и так ценно, чтобы мы помнили, что главная задача, это чтобы видели люди Христа. Аминь. Посмотрите, друзья мои, что Иисус, в свою очередь, сказал об Иоанне. Это то же самое, что Иисус будет говорить о нас с тобой. Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 11 глава, 7 стиха. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царств. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя. То есть, если мы с тобой будем поднимать Иисуса, Иисус будет поднимать нас. Я повторюсь еще раз. Если мы с тобой будем поднимать Иисуса, Иисус будет поднимать нас. Аминь. И наша задача, как его героев, это чтобы люди могли видеть Христа во всем, что мы делаем. Поэтому, конечно же, для меня, для меня большая, большая благодарность Богу, что я окружен героями. Героями, людьми, которые делают, делают шаги, которые берут. Есть люди, которые на самом деле посвящают свою жизнь, они служат, трудятся, даже обслуживая это здание, занимаясь еще какими-то моментами в церкви. Посвящают свою жизнь, посвящают свою жизнь для служения, кто-то другой частью, кто-то своими финансами, жертвуя, кто-то... То есть, но мы не можем остановиться на этом, и мы должны видеть, что Бог хочет в нашей жизни. Аминь. То есть, посмотрите, конечно, мы начали с вами, что эти люди, они стремятся, стремились к лучшему. Да? Это их стремление. Мы поговорили с вами об определенных пунктах. Они следят за своей жизнью и чистотой. То есть, дух Богоискания. Аминь. Можно? То есть, то, о чем говорил Иисус, ищите прежде всего, чего? Царство Божьего и правды Его, и остальное все приложится вам. Второе. Люди эти, люди, герои веры, они однозначно люди действия. Потому что вера без дел мертва. Аминь. Вера без дел мертва сама по себе. Третье. Это люди, которые целенаправлены и целеустремленны. Они идут и бьют конкретно в цель. Аминь. Для того, чтобы принести много плода, как говорил Иисус. Четвертое. Они во всем и всегда доверяют Богу и уповают на Него. И пятое. Аминь. Это люди, которые дают место Иисусу. Которые во всем хотят, чтобы было видно Иисуса больше. Аминь. Слава Богу. Поэтому я хочу вместе с вами сегодня, я хочу вместе с вами и за вас помолиться сегодня. Для того, чтобы это слово, оно было растворено верою в наших жизнях и в наших сердцах. Я верю, что Бог будет совершать гораздо большие вещи в нашей жизни, чем Он сделал. Он хочет, чтобы мы понимали эти аспекты. Чтобы мы смотрели на Него. Чтобы мы простирались вперед. Аминь. Потому что вера, она должна быть наполнена поступками. Вера, она должна быть наполнена делами. Аминь. Я хочу вместе с вами помолиться. Господи, я молюсь за каждого брата и за каждую сестру. Я прошу Тебя, Боже, просто благослови каждого. Яви Твою славу, Боже. Просто помоги нам, Боже Святый, чтобы мы на самом деле во всем могли быть Твоими героями. Прославляя Твое Святое Имя. И умножая те дары и те таланты, которые Ты даешь в нашей жизни и в наших сердцах. Боже, я молюсь за каждого брата и сестру. Кто, может быть, по какой-то причине остановился простираться вперед. Я прошу Тебя, Господи, благослови, благослови, яви Твою славу, Господи, во имя Иисуса. Позволь нам быть людьми действия. Позволь нам простираться всю нашу жизнь к лучшему. Позволь нам быть наполненными богоисканием, Боже Святый. Быть целеустремленными, уповать на Тебя, Господи. И во всем, чтобы отдавать первое место Тебе, Боже. Просто благослови каждого и яви Твою славу в наших жизнях, в наших домах и в наших семьях. И весь народ да скажет. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok